Время героев Добрый день, уважаемые гости, уважаемый профессорско-преподавательский состав, дорогие студенты! Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии членов военно-патриотического клуба Нижегородского ГОТУ и юноармейцев муниципального автономного образовательного учреждения школы номер 54. Сегодня, 16 октября 2023 года в Нижегородском государственном агротехнологическом университете проводится митинг, посвященный открытию БЮСТа, героя Советского Союза, выпускника и преподавателя Горьковского сельскохозяйственного института, а сегодня Нижегородского государственного агротехнологического университета Кузнецова Александра Михайловича. Дата проведения мероприятия выбрана не случайно. Именно 80 лет назад указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделениям при форсировании Днепра, удержании плацдарма в течение 500 суток, старшему лейтенанту Кузнецову Александру Михайловичу и свое название Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Звучит гимн Российской Федерации. Когда был в Молдове, чуть-чуть снимали зарплату, вырос, поднимем, вырос, не подняем. Вот такая будет. А сейчас его кто-то пишет? Да нет, кто-то. А, а, да. Сейчас наговорим. Вы свои погибли. Готовы, говорят. Так, готовы это. Готовы, говорят, «Делиное слово, мое настояние на земле вина. Славься, Отечество наше свободное! 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 Мы объявляем начало возрождения Нижегородского университета, объявляем начало реализации пятилетней программы нашего агротеха! С праздником, дорогие товарищи! Спасибо, Игорь Леонидович! Слово для выступления предоставляется помощнику благочинного Приокского округа Иерею Владимиру Панину. Ваше преподобие, вам слово! Добрый день, дорогие друзья, родственники, преподаватели, студенты! Все, кто пришел сегодня сюда, почтить память этого великого человека! Вот история нам всегда оставляет примеры, примеры, на которые мы равняемся, примеры, которые для нас очень важны и для нас, и для будущих поколений. И такие люди появляются, и вот один из таких людей, это вот Александр Михайлович, он прожил счастливую и достаточно трудную жизнь. Но ведь знаете как? Трудности, они закаливают человека, они делают его лучше, они делают его сильнее. И поэтому преодоление этих трудностей, так как себя человек повел в этих трудностях, это очень важно. В трудные времена всегда являются героями. И вот низкий поклон ему за то, что он оставил нам этот пример. Пример для подражания. И на фронте, и на трудовом фронте, где бы он ни был, он делал свое дело честно, с сознанием того, что он это делает не для себя, а для своей Родины. И вот этот патриотизм, очень важный пример патриотизма, это очень важно для нас, когда мы говорим о своей стране, о своих людях. Вот, слава Богу, что есть такие ориентиры, уявляются такие люди, светлая им память. Спасибо, Патриотизм. Инициатива по увековечиванию памяти героя Советского Союза Кузнецова Александра Михайловича и работа по продвижению проекта принадлежит руководству университета и студенческому патриотическому объединению Нижегородского ГОТУ. В преддверии 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне был заложен сквер, носящий имя Александра Михайловича Кузнецова, в обустройстве, озеленении которого он лично принимал участие в 2018 году. Слово для выступления предоставляется Александру Геннадьевичу Самоделкину, который возглавлял Нижегородскую государственную сельскохозяйственную академию в период с 2012 по 2019 годы и был инициатором создания сквера. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие друзья. Замечательное мероприятие, но и у нас же сегодня и Александру Михайловичу нужно. Это нужно нам с вами. И эта связующая нить поколений очень важна. Я очень рад, что мы при жизни вернули в прямом смысле слова имя Александра Михайловича в академию. Оно присутствовало, был Балерьев, но до этого 20 лет академию Александр Михайлович не посещал. Разные были причины. Низкий поклон Ларисе Валентиновне. Она сделала все, чтобы вернуть имя Александра Михайловича в академию, чтобы он встретился с студентом, чтобы мы стоя могли его приветствовать, чтобы мы могли чувствовать живого ветерана, не просто ветерана, а в 20 лет ставшего героем Советского Союза. Большое спасибо Наталье Николаевне Бесчетновой, которая территорию расчистила здесь, посадила дендропарк, подготовила площадку. Сегодня эта красота присутствует только потому, что здесь появилась новая культура паркового хозяйства. Низкий поклон. Большое спасибо Ольге Ивановне, которая подняла все архивные материалы, и мы сняли замечательный документальный фильм. И сегодня в книге, которую вам будут вручать, говорится об этом, что создан уникальный документальный фильм «Открыт сквер». Александр Михайлович сам лично открывал этот сквер, сам садил деревья. И у нас посажена аллея Триколор, сирени еще не цветут, но я надеюсь, они скоро зацветут. И Владимиру Викторовичу Иванову тебе тоже большое спасибо за эту большую-большую работу. Всем, кто принимал участие в экономический факультет. Это не одного дня история, это не одного дня митинг, это жизнь, это долгая-долгая, большая жизнь памяти, долгой и вечной памяти. Если мы эту связующую нить будем помнить, мы будем помнить добро, мы будем помнить, где и когда начиналось возрождение, где оно кончалось и начиналось вновь, это будет самая глубокая, самая великая память о наших предках. Александр Михайлович, уж насколько он был скромный человек, мы учились у него, мы слушали его лекции. Он на этой площадке неоднократно, 1 сентября, приветствовал нас и в добрый путь направлял будущих студентов. Скромнейший человек. Только подумайте, герой Советского Союза за 10 лет проработал лаборантом. Это только вот в сказке может быть. Он ничего не добивался, ничего для себя не пробивал никогда. Уникальная личность. И мы рады, и я рад, что Мария, дочь, продолжила эту историю. Очень много было встречи. Опять спасибо вам, Лариса Валентиновна. Появился большой, как это называется, на стене граффити, памяти Александра Михайловича. То есть эта память живет, будет жить. И не потому, что он герой, хотя и потому тоже. Спасибо вам за эту память, за это добро. А мы будем эту связующую нить продолжать, помнить и любить. Всего доброго. Спасибо, Александр Михайлович. Большой вклад в создание сквера внес и вашим Игорь Иванович. Игорь Иванович, пожалуйста, вам слово. Добрый день. Я имел честь учиться у Александра Михайловича. Слушать его лекции, слушать его наставления. И благодаря его скромному поведению мы брали, я не побоюсь это сказать, пример ведения себя как руководителя, поведения себя как человека в обществе и вообще в жизни. И я рад, что я принимал участие, и наш коллектив тоже принимал участие в открытии этой площадки, в том числе аллею вместе с Александром Михайловичем. Помогал и мой внук. Спасибо вам всем. Спасибо большое. Сегодня будет открыт бюст Александру Михайловичу Кузнецову. Средства на его создание были собраны в том числе благодаря добровольным пожертвованиям членам Попечительского совета Нижегородского ГОТУ. Среди спонсоров руководителей передовых агрохолдингов региона, многие из которых являются также выпускниками нашего Муза. Слово для выступления предоставляется директору по персоналу ООО управляющая компания «Русское поле» Ксении Евгеньевне Захаровой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день всем. Сейчас много надо было везет. 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 Ну, это да. Особенно остро чувствуется связь поколений. Вот то, что казалось далеким прошлым наших прадедов, дедов, да, вдруг оказалось нашим настоящим, в котором мы тоже живем. И вновь звучат слова «Про одовольственная безопасность», «Мобилизационная экономика». Мне бы хотелось поговорить о смыслах, да, благодаря профессорскому педагогическому составу Игоря Леонидовича вновь зазвучали слова «Зачем мы приходим в этот мир и ради чего?» И особенно остро это чувствуется здесь и сейчас, когда мы говорим, что важно защищать родную землю, важно возделывать землю, на которой живешь, которая дает тебе пропитание, тебе и всем, кто рядом с тобой, твоей семье, твоим близким, твоему народу. И здесь особенно становится, знаете, такая тонкая-тонкая грань между тем, какими воспитываются дети здесь, студенты уже, взрослые, молодые люди, девушки, какими они выходят дальше в путь, какие примеры для них сейчас рождаются здесь и остаются в памяти, какими людьми они станут в будущем, и какая земля наша, Нижегородская станет благодаря вашим усилиям, что здесь будут зарождаться за предприятия, какие продукты будут создаваться, какие дальше следующие смыслы вы будете нести уже вашим следующим поколениям. Поэтому спасибо за такой праздник по-настоящему, который здесь организован, для того, чтобы мы эту нить поколения сохраняли, дальше продолжали, да, до следующих, самых маленьких наших следующих преемников, и продолжали говорить о том, зачем и так, почему так важно быть на родной земле, стоять за нее, если потребуется, умирать за нее, возделывать ее, и продолжать тот путь, который заложили наши отцы-основатели. Всем спасибо за то, что пришли сегодня на этот праздник. Вам спасибо. Александр Михайлович Кузнецов, 1922 года рождения, был призван в ряды Советской Армии 22 июля 1941 года в Балахнинском РБК в Горьковской области. После обучения во Фрунзенском пехотно-минометном училище Киргизской ССР в качестве командира взвода и звания лейтенанта в составе 8-й стрелковой дивизии выехал в марте 1942 года на Брянский фронт. Звание Героя Советского Союза получил 16 октября 1943 года за личный героизм и умелое руководство роты ПТР при форсировании реки Геппорт и удержании плацдарма. Александр Михайлович был человеком небольшого роста. И сейчас декан инженерного факультета, доктор технических наук, профессор, руководитель Есенинского культурного центра Есенинская деревня Александр Валентинович Басин прочитает балладу о маленьком человеке Роберта Рождественского. На земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая Маленькая и маленький очень портфель. Погучал он зарплату маленькую и однажды прекрасным утром постучалось к нему в окошко небольшая казалось война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, в вожесвлоченном крике, вырубав свой рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Спасибо большое, Александр Балтийович. Александр Михайлович Кузнецов поступил в Борьковский сельскохозяйственный институт сразу после войны и успешно закончил его в 1949 году. В 1958 году он успешно закончил аспирантуру в Горьковском в СССР. А в 1968 году стал кандидатом экономических наук и более 20 лет посвятил преподаванию в родном ВУЗе как доцент кафедры организации сельскохозяйственного производства. Александр Михайлович вел большую общественную работу, был членом парткома института, членом совета ветеранов ВУЗа, проводил частые беседы со студентами по патриотическому воспитанию. Несколько лет был председателем комитета содействия Советскому фонду мира. Только в 90-х годах покинул он свой трудовой пост. Слово для выступления предоставляется руководителю Нижегородской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Андрею Валентиновичу Захарову. Добрый день, уважаемые студенты, добрый день, уважаемые преподаватели, гости, родственники. Сегодня вот так получилось, что день в день, когда Кузнецов совершил свой подвиг, мы открываем бюст. А вот кажется, легко вот так рассуждать, когда форсирует Днепр под прямым огнем фашистов и зацепиться за клочок земли. Но на самом деле это тяжелейшая работа, в которой человек совершил свой самый высокий подвиг, именно подвиг нашей страны Советского Союза. К сожалению, на сегодняшний день история повторяется, наши солдаты и офицеры будут опять в квартиру Днепр в ближайшее время и очистят Украину от того фашизма, который опять пришел на эту землю. Эти люди, которые в 41-45 году переломали хребет и победили фашизм, они пожалели в 50-х, 60-х годах вот эту бандеровщину недобитую, которая сейчас подняла голову. И наши солдаты на сегодняшний день, опираясь на подвиги наших дедов и прадедов, с честью выполняет свой долг. Да, к сожалению, 30 лет страна была в определенной разрухе. Мы думали, что мы будем сеять, пахать, и никто больше на нашу страну после такой великой победы не посмеет напасть. Но тем не менее, сегодня более 50 стран пытаются взять реванш за 45-й год. Мне еще раз хотелось сказать, что областная организация на сегодняшний день провела громадную работу по вековечению памяти героев Советского Союза Нижегородцев. В сентябре месяце была презентация книги героев Нижегородцев, героев Советского Союза и полных кавалеров орденов славы. Проводилась громадная работа в течение 8 лет в архивах Подольска, Москвы архивы до 72-й годовщины. Часть архивов были засекречены и только 72-я годовщина Победы Великой Отечественной Войны допустила наших работников архива и активистов ветеранской организации к этой поисковой работе. Я хочу сказать и заверить у вас, что в сентябре мы открыли второй-третий том этой непосредственной книги. Здесь как раз по букву К занесены герои Советского Союза. Будет открываться 4-й и 5-й том. В эту книгу помогал нам открывать губернатор Нижегородской области Шансов Валерий Павлиныч, предприятия и частные лица собирали на эти книги свои пожертвования тоже так же эта работа будет продолжаться. Я думаю в 80-летию мы откроем 4-й и 5-й том героев Советского Союза и полных кавалер Матинова славы. Героев сегодняшних, героев Афганистана, героев Чечни и героев Сирии. Вот еще раз хочу сказать, что в этой книге добавилось и в нашей Нижегородской области более 200 человек героев Советского Союза. Это белые пятна, белые пятна, это ну как правильно сказать, мы бежим по жизни и думаем, что вот все известно уже по Великой Отечественной войне, нет, неизвестно, и вот именно 200 фамилий здесь добавлено. И во всех муниципальных кругах Нижегородской области будут увеличены аллеи героев Советского Союза и полных кавалеров Орденовского. Еще раз хочу поблагодарить руководство университета и всех ветеранов и всех неравнодушных людей, что сегодня делаете такое хорошее дело. Еще раз вспоминайте подвиг героя Советского Союза Кузнецова Алексея Михайловича. В общем, еще раз низкий поклон к нашим героям, вечная память и надеюсь, что они будут всегда жить в наших сердцах. А вашему поколению, молодому поколению, задача защищать нашу Родину, получать вот здесь в этих стенах образование и вечно передавать своим детям и внукам славу наших героев, наших героев нашей страны. И хочу вручить эту книгу некоторым вручить. Полина, не снимаетесь там, у меня фоток не будет, у меня только видео. Спасибо. Ну вот, книгу к нему вручили. Спасибо большое, приветствую. Слово для выступления предоставляется заместителю председателя Совета ветеранов Приокского района города Нижнего Новгорода Геннадию Николаевичу Крутому. Дорогие товарищи, мы с вами встречаемся и продолжаем встречаться давно, в том числе и дружим со всеми преподавателями, со всеми, кто в городе юности ведет замечательную патриотическую работу. Встречаясь с кандидатом в губернатор и со всем активом Нижегородщины и города Нижнего Новгорода, я сказал, чтобы он знал об этом, хотя он, конечно же, это знал. И слог надо сажать. Мужество, героизм и патриотизм нижегородцев золотыми буквами вписаны в историю России. так вот, ярким представителем героев, которые на всех фронтах, во всех войнах защищали нашу великую Родину, являлся и является наш Кузнецов Александр Михайлович. Михайлович. Кузнецов будет всегда с нами. Память о нем мы не забудем никогда. по инициативе Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации Союз ветеранов Афганистана Нижегородского регионального отделения волонтерская рота боевого братства в Нижегородском государственном агротехнологическом университете создан Центр патриотического воспитания. Слово для выступления предоставляется помощнику начальника отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Нижегородской области Валерию Васильевичу Крюкову. Да, действительно, сегодня очень знаменательный день. 80 лет назад Александр Михайлович был удостоен звания Героя Советского Союза. Это очень серьезное событие в жизни молодого человека произошло на берегах великой и могучей реки Днепра. И сейчас вот как сказал Андрей Валентинович на берегах Днепра разворачивается новая битва с возрожденным фашизмом на нам братской на нашей братской Украине. И сейчас конечно те нижегородцы которые присутствуют именно и на этом направлении они будут знать о том что мы помним всех героев в том числе Александр Михайлович и то что ему сейчас здесь открывается бюст это очень знаменательный и очень важный шаг в истории не только вашего учебного заведения но и всей Нижегородской области. Очень мало очень мало делается в нашем государстве для того чтобы увековечить память и продолжать эту память и только сейчас благодаря тому что развернута специальная военная операция лицом повернулись к военно-патриотическому воспитанию наши руководители на всех местах начиная от президента и заканчивая последним главой администрации но для этого нужно было пройти период 30 лет развала раздрая непонятных телодвижений в отношении идеологии политики молодежи всего и благодаря только тому что в вашем вузе сквозана очень мощная очень хорошая база идеологическая и военно-патриотической воспитательной работы у вас в вузе эта работа не затихала никогда мы с российским союзом ветеранов Афганистана часто проводим здесь мероприятия мы видим глаза студентов и я вам хочу сказать что с каждым годом здесь уровень идеологии уровень патриотизма растет и ширится и это очень приятно вот ребята стоят волонтерская рота да их немного но они есть они есть они своим своими деяниями своими заботами своими действиями показывают о том что они совершенно заинтересованные люди поднятием патриотизма в нашей стране мне бы хотелось в этот знаменательный день сказать о том что патриотизм это слово которое не лепится человеку как лейбл как эмблема это человека в душе и он в душе должен носить это высокое звание патриот да сейчас называться патриотом но те деяния которые происходят в вашем вузе это деяния патриотической направленности и это говорит о том что вы все очень заинтересованы в этом логике не машину эвакуируют не с газона благодарность всего профессор открывающего состава всем учащимся вашего вуза и сказать о том что то что сегодня открывается чувств Александру Михайловичу Кудлицову это очень знаменательное и очень действенное событие спасибо вам за то что вы все принимали участие в этом очень серьезном мероприятии спасибо одним из стратегических направлений в воспитательной работе в университете является патриотическое воспитание традиционно студенты первокурсники не только агротехнологического университета но и других вузов города Нижнего Новгорода выезжают в спортивно-оздоровительный лагерь МГТУ и Селиха и участвуют в исторических квестах Дорога Героев на 9 марта Жень подержи Бессмертный полк поздравляем вас с этим знаменательным событием с открытием Бюстра Александра Михайловича Кузнецова для себя лично я его вот помню есть такое сноводческого Ольха в Борском районе есть улица Яблова и вот еще давно на этой улице дали участки героям Советского Союза Горьковчанам Нижегородцам и в том числе там был участок Александра Михайловича Кузнецова и порой видишь вот проходишь мимо этих четырех соток скромный садовый домик и вот скромный человек не почем на этом участке работает а потом на мероприятиях видишь этого человека с наградами звезда героя медали ордена и здесь последний раз я его видел по-моему в девятнадцатом году мы когда девятый мая обещали вот здесь Александр Михайлович на стуле сидел и поздравлял участников митинга с Днем Победы то есть вот в таком скромном человеке концентрировалось и мужество и великий труд вы знаете бюст Александр Михайлович в первую очередь нужен нам живущим он свое все получил он получил звание героя он получил уважение товарищей уважение общественности а вот нам этот бюст должен в первую очередь напоминать о том что широка страна моя родная каждый метр этой земли палит кровью и потом наших далеких и близких предков мы должны всегда помнить как говорил Куасик достойны жизни и свободы лишь тот кто каждый день идет за них на бой и вот эти памятники материальной памяти бюсты скульптуры композиции конечно должны подкрепляться живой работой с молодежью асфальт окончился пятница буквально осенний цикл 2023 года я бы хотел в первую очередь отметить замечательный состав контроляторов и студентов добровольцев вашего вуза низкий им поклон от нашего движения от организаторов школы общественного моделирования вининские призы ну и еще раз с праздником с этим знаменательным патриотическим событием спасибо большое после окончания в 1949 году в Ольгинском сельскохозяйственном институте Александр Михайлович пошел работать агрономом саранской МТС а в 1953 году поступил в аспирантуру и работал лаборантом кафедры организации сельского хозяйства в это время перед ним стал вопрос ехать работать в колхоз или остаться в институте Александр Михайлович обратился за советом к своему отцу который сказал ему раздумывать нечего ты в свое время понюхал пороху понюхай земли иначе какой же ты будешь ученый сельского хозяйства понюхай навоза так решился вопрос в числе 30 тысячников в добровольном порядке Александр Михайлович отправился восстанавливать самое отстающее хозяйство искра Кстовского района Горьковской области в качестве председателя слово представляется родным Александра Михайловича уважаемая Лариса Валентиновна пожалуйста вам слово я хочу поблагодарить от членов семьи Кузнецова Александра Михайловича хочу поблагодарить всех кто ввели участие в творительной творительной памяти Александра Михайловича работу по продвижению проекта создания установки бюста героев сквере его имени в заложенную в 2018 году под руководством большего ректора самоделкина Александра Геннадьевича и спонсора ученика Александра Михайловича Ивашина Игоря Ивановича поблагодарить нынешнее руководство и членов студенческого патриотического объединения университета а также членов пакетичительского совета Буза благодаря добровольным пожертвованиям которые были собраны средства на создание бюста а также поблагодарить самого скульптора спасибо большое сегодня будет открыт бюст героя Советского Союза Александру Михайловичу Кузнецову авторами бюста являются скульптор член Союза художников России Горшков Александр Николаевич скульптор член Союза дизайнеров России Петров Алексей Петрович руководил установкой бюста директор фирмы Марина Роща Алперов Алексей Евгеньевич отдельно хочется поблагодарить за реализацию мероприятий по установке бюста Тюрина Александра Владимировича Александр Владимирович пожалуйста вам слово Здравствуйте уважаемые друзья столько слов теплых и патриотичных сказано в адрес Александра Михайловича что трудно добавить что-то еще тем более что я и такие как я ремесленники и свои чувства и мысли и все самые добрые пожелания мы вкладываем в то что мы делаем своими руками я я себя немножко чувствую дедушкой по отношению к памятнику который сегодня открываем я сделал все чтобы он был таким какой он есть вот уважаемый человек это отец памятник он скромный его руки его глаза его чувства донесли до нас Александр Михайлович таким вот как мы его увидим на памятнике спасибо вам большое вам спасибо сейчас мы приглашаем почетных гостей членов ректората членов военно-патриотического клуба Нижегородского ГОТУ и юно-армейцев муниципального автономного образовательного учреждения школа номер 54 в сквер имени героя Советского Союза Кузнецова Александра Михайловича для открытия бюста всем присутствующим мы говорим спасибо за участие в митинге до новых встреч